Здравствуйте, товарищи! С праздником Победы! Вас поздравляет информационное агентство «Аврора» и наш сегодняшний собеседник, писатель, гражданин, воин Игорь Васильевич Пыхалов. Здравствуйте, Игорь Васильевич! Здравствуйте! Я тоже, во-первых, сегодня хочу поздравить всех наших сограждан с праздником, потому что сегодня у нас, несомненно, праздник, и, в общем, великий праздник, о котором мы не должны забывать. Тема сегодняшней встречи, тема сегодняшнего разговора – мифы о Великой войне. Игорь Васильевич, у Вас есть книга, в которой Вы очень подробно и аргументированно рассказываете о тех мифах, которые успели сложиться после того, как Великая Победа состоялась. Их достаточно много. За один разговор не получится поговорить обо всех. Как Вы смотрите на то, чтобы мы сегодня обсудили прежде всего тему, которая касается учёбы и подготовки офицерского состава Германии перед началом Второй мировой войны в Советском Союзе. И, наоборот, стажировки и подготовка на различных курсах командного состава РКГА в Германии тоже перед началом Второй мировой войны. Конечно, можно рассмотреть и этот миф. Тем более, что он был в своё время довольно популярный, хотя сейчас его популярность уже пошла на нет. Впрочем, так же, как и популярность других антисоветских мифов, связанных с Великой Отечественной войной. Потому что всё-таки у нас идёт какой-то такой здоровый процесс, вот это очищение общественного сознания от всех тех потоков грязи, которые вывели на советский период. По поводу конкретно советско-германского сотрудничества, ну и, как известно, у нас ещё в 1992 году вышла книга Дьяконовой-Бушуевой с таким крещащим названием «Фашистский меч ковался в СССР». Ну, дело в том, что, во-первых, там мало того, что авторы, хотя они оба являются учёными, но там в ряде случаев либо откровенно передёргивают, либо, скажем так, дают недостоверную, несоответствующую действительность информацию. Но в целом нужно здесь, во-первых, понимать следующие моменты. Первое. Когда мы, собственно, говорим о советско-германском сотрудничестве в области, так сказать, развития военной техники, обучения кадров и всего прочего, то надо помнить, что Советский Союз сотрудничал не с Третьим Рейхом, то и не с Адольфом Гитлером, а с Веймарской Республикой, которая существовала после поражения Германии в Первой мировой и была таким вполне демократическим государством. И поэтому, собственно, здесь, в общем-то, никаких таких идеологических причин считать это каким-то, так сказать, недопустимым, в общем-то, нет. Второй момент, на который следует обратить внимание, это то, что здесь очень важно задать себе вопрос, а кто у кого должен был учиться в этой ситуации. Поскольку, когда вот у нас началась вот эта перестройка и начались эти печально знаменитые всякие разоблачения, то на тот момент Советский Союз был сверхдержавой, то есть, значит, страной с развитой промышленностью, с армией, которая вооружена передовым оружием, поэтому там возникали уже всякие мысли, что вот, дескать, наверное, мы там могли немцев учить в 20-е годы каким-то там премудростям, там, танковое дело, там, премудростям авиации, военной авиации. Но дело в том, что если мы посмотрим на ситуацию, что же было в 20-е годы, то там картина прямо противоположная. То есть, на тот момент Германия – это была одной из самых развитых стран мира, то есть, это страна с очень мощной промышленностью, с грамотным населением, поскольку там еще даже при Бисмарке было введено фактически всеобщее среднее обучение. И, соответственно, во время Первой мировой войны, собственно, в Германии, например, боевых самолетов было произведено где-то раз в 10 больше, чем в Российской империи. Потом, значит, если брать, скажем, танки, то, конечно, в Германии их было мало, но, тем не менее, немцы за время Первой мировой все-таки умудрились выпустить некоторое количество, там, нескольких десятков танков в своей разработке. Кроме того, у них там было порядка сотни трофейных танков, то есть, у них, по крайней мере, танковые войска какие-то были, они успели даже повоевать ими. В то время как в нашей стране, в общем-то, к сожалению, первая, скажем, партия отечественных танков была изготовлена только где-то в конце 20-го года. Это была, значит, копия с трофейных, опять же, французских Рено. Ну и, опять же, в принципе, у Красной армии были танки, то есть, по состоянию где-то на конец 20-х годов, там их было почти 100 штук, там где-то около 90, но все это трофеи гражданской войны, то есть, опять же, захвачены у интервентов. Поэтому и в этой области, в общем-то, несомненно, немцы нас превосходили. И поэтому здесь, если мы посмотрим, опять же, на фактические параметры вот этого сотрудничества, а документы, в общем-то, сейчас давно уже опубликованы, они известны, то действительно мы видим, что было военно-техническое сотрудничество по трем вопросам. То есть, это, во-первых, была авиационная школа в Липецке, потом танковая школа под Казанью, и также там в разное время было два объекта, на которых изучалось использование химического оружия. При этом, соответственно, вот если брать танковые авиационные школы, то там, во-первых, эти объекты существовали на немецкие деньги, то есть, там с стороны Германии шло почти полное финансирование, то есть, наши там оплачивали только некоторые там расходные материалы. И второй момент, что там преподавали именно немецкие преподаватели. Значит, мы предоставляли только вспомогательный персонал, и, в общем-то, это вполне естественно, поскольку, опять же, тут именно немцам было, что нам, как бы, у них было, чему нас научить и, значит, опыт, с которым они могли с нами поделиться. Опять же, материальная часть тоже была предоставлена Германии. То есть, там, значит, у них в танковую школу они направили там несколько, значит, своих новых танков. Точнее, фактически, это были еще, в общем-то, прототипы, причем, соответственно, они там в целях конспирации там назывались там большие тракторы, там и малые тракторы. Значит, в авиационную школу там были направлены самолеты фирмы Fokker, которая, в принципе, в общем-то, изначально была германской, но потом, после окончания Первой мировой войны, ее просто вывели в Голландию, потому что Германия не имела права содержать боевую авиацию. И вот, кстати, вот здесь, в этом отношении, вот тут нам могут поставить в упрек, что, дескать, мы способствовали нарушению Германии и Версальского договора. Поскольку, согласно Версальскому договору, на Германию накладывались такие очень строгие ограничения военной области, то есть, они не имели права держать боевую авиацию, иметь танковые войска, и поэтому, естественно, что раз на своей территории они не могли это все готовить, то вот они фактически воспользовались нашей территорией для того, чтобы создать вот эти объекты. Ну, здесь, во-первых, возникает такой резонный вопрос, а почему мы должны были, так скажем, помогать нашим бывшим союзникам по Антанте, ведь мы же Версальский договор не подписывали, то есть, Россия не была в числе стран-победительниц, поэтому, в общем-то, нас это и не касается. А потом, следующий вам момент гораздо более важный, что после того, как Гитлер пришел к власти, и когда Германия просто фактически разорвала все вот эти военные статьи Версальского договора, и началась ее ремилитаризация, то есть, создание массовой армии, то здесь, опять же, фактически наши бывшие союзники, то есть, Англия, Франция, могли это все дело пресечь и довольно легко, особенно в начальном периоде, но они этого не сделали. То есть, по-моему, это, в общем-то, гораздо больше заслуживает упрека, чем, значит, то сотрудничество, которое было у нас с немцами в Версальский период. Да, Игорь Васильевич, все нормально, мы вас видим, мы вас слышим. Игорь Васильевич. Да-да. Да, все хорошо. Просто тут, как бы, возникло впечатление, что разорвалось. Значит, вот, и еще надо, что важно отметить, что, в общем-то, масштабы вот этого сотрудничества, они были, в общем-то, невелики. То есть, там вот в авиационной школе, там примерно было обучено чуть свыше 200 немецких курсантов, причем там были как летчики, такие летчики-наблюдатели, ну, то есть, это для разведывательных самолетов. В танковой школе там было обучено всего где-то чуть больше 30 немецких курсантов, то есть, там было три их потока, где-то примерно по 10 человек, и при этом еще было обучено где-то 65 наших, так сказать, будущих красных командиров. Да, тут еще у нас, в общем-то, иногда рассказывают всякие, так сказать, байки и сказки о том, что вот якобы у нас вот в этой танковой школе учился Гудериан, а в авиационной школе учился Геринг. Значит, ну, это все, значит, совершенно не соответствует действительности, потому что, ну, во-первых, Геринг, он, вообще говоря, был одним из таких достаточно прославленных асов Первой мировой войны, то есть, ему как бы, то есть, учиться, в общем-то, хотя, нет, понятно, что, в общем-то, любой, так сказать, хороший специалист, он, как говорится, всю жизнь учится, но, тем не менее, если бы Геринг бы оказался бы в этой школе, то, конечно же, в качестве преподавателя, а не курсанта. Но он там, его там не было, и, в общем-то, не мог он там быть, потому что как раз именно в эти годы он, ввиду того, что он был членом НСДАП и, соответственно, разыскивался правоохранительными органами Германии, то поэтому он вынужден был Германию покинуть и находился в эмиграции. И, соответственно, участвовать в каких-то официальных программах германского правительства никак не мог. Что касается Гудеряна, то, опять же, значит, здесь он уже, так сказать, во-первых, имел воинское звание, в общем-то, гораздо выше, чем, значит, положено для вот этих обучавшихся, потому что там все-таки были, так сказать, учились там всякие, в основном, обер-лейтенанты, там, капитаны, а он уже был подполковником. И, действительно, он приезжал один раз на этот танковый объект под Казанью, но приезжал именно в качестве инспектора, то есть, вовсе не как один из обучающихся. Ну, а в целом, если все-таки оценивать ту ситуацию, что, учитывая то, что, действительно, мы в тот момент очень сильно от Германии отставали и по общему техническому уровню, и конкретно вот по авиации, и, в общем-то, по тем разработкам, которые имелись в области создания танковых войск, то, конечно, это сотрудничество, оно, в общем-то, скорее было выгодно для нашей страны, поскольку там, действительно, вот, мы много чему смогли от немцев научиться, и, более того, после того, как Гитлер пришел к власти, и это сотрудничество было сразу же свернуто, то немцы оставили нам, значит, всю материальную часть вот этих двух объектов. После чего там уже были созданы, значит, советские там, и, так сказать, сенсорные школы, исследовательский институт, и вот, как я понимаю, что тот же объект в Липецке, он, по-моему, до сих пор еще действует уже как, так сказать, объект военно-космической силы России. А в Казани танковое училище сохранилось, у которого очень большой авторитет среди профильных учебных заведений, и оно по-прежнему готовит офицеров-танкистов. И я думаю, что выпускники этого училища сейчас участвуют в спецоперации. Да, ну, опять же, вот про танковое училище, то есть я как бы знал, что оно существовало потом много десятков лет в советское время, но вот был не совсем уверен, как, значит, не закрыли ли его уже вот в нынешние годы. Но если существует, так сказать, тем лучше. То есть вот, подводя такой некоторый итог по этому мифу, можем сказать, что здесь, как мы видим, что нашей стороне совершенно нечего стыдиться ни с точки зрения морали, ни с точки зрения, так скажем, прагматических результатов. Итак, наступил 1939 год, и по сложившимся обстоятельствам выпускники, в том числе и Казанского танкового училища, оказались на фронте. И война эта называется советско-финляндская. Ну, здесь вот, что касается, опять же, вот наших, так скажем, взаимоотношений с Финляндией, то по этому поводу у нас просто существует целая плеяда мифов, причем они касаются, в общем-то, и вот этой советско-финляндской войны, которая у нас сейчас больше известна под названием «Зимняя война», и последующих участия Финляндии уже в «Отечественной войне», где они, в общем-то, большую часть времени воевали против нас на стороне Гитлера. То есть там по этому поводу тоже есть всякие нелепые мифы о том, что, вот, дескать, там, энергия им отказалась наступать на Ленинград. Ну, что касается ситуации 1939 года, то, в первую очередь, здесь надо отметить то, что, значит, когда, ну, в общем-то, часто бывает, когда недобросовестные авторы или, там, недобросовестные публицисты, в общем-то, берут и что-то, какой-то эпизод отдельный вырезает из общей истории, после чего начинают из этого, там, делать всякие выводы, строить какие-то обвинения. А тут надо помнить обстоятельства следующие. Ну, во-первых, собственно, Финляндия, она своей государственностью обязана целиком и полностью нашей стране, то есть Российской империи, ну, а затем уже, в общем-то, Российской республике. Поскольку, когда эта территория находилась в составе Швеции, это была просто одна из ее провинций. Там без каких-то автономных структур, и финский язык там, в общем-то, был только языком простонародия. Но после того, как эта территория оказалась в составе Российской империи, после русско-шведской войны 1808-1809 года, то наши правящие монархи зачем-то там сделали вот это великое княжество финляндское с автономным статусом, то есть со своими законами, со своей денежной единицей, даже со своей армией. И поэтому там все атрибуты финской государственности были, в общем-то, и как бы постепенно созданы. Но более того, в свое время, в 1811 году, Александр I совершил такое деяние, которое, ну, в какой-то степени можно сопоставить вот с этим печально известным поступком Хрущева, который там передал Крым в состав Украины. То есть Александр I передал в состав Великого княжества Финляндского Выборгскую губернию. И после этого получилось, что граница между, собственно, основной частью Российской империи и этим Великим княжеством проходит где-то на расстоянии чуть больше 30 верост от Санкт-Петербурга. Столицы. Да, тогдашние столицы Российской империи. Ну, точнее, тут надо что сказать, Петит, что пока Великое княжество находилось в составе Российской империи, то, в общем-то, тут особо сильных проблем с этим не было. Но так же, как и не было проблем с тем, что вот Крым находится не в составе РССР, а в составе УССР. То есть это какие-то такие границы, в основном, административные. Хотя здесь, опять же, в случае с Финляндией тут было сложнее, потому что тут имелась и таможенная граница, и, как я уже сказал, там другая денежная единица ходила в Великом княжестве. Ну, совершенно мне непонятно, зачем вот это все было сделано, но это уже как бы тема для отдельного разговора. Вот после того, как Финляндия получила независимость, фактически, вот опять же, когда у нас вот говорят про то, что вот, дескать, Советский Союз напал на вот эту несчастную Финляндию, эти люди, они старательно забывают о том, что еще в 1918 году началась вооруженная экспансия финских отрядов на территории Советской России. Это и в Карелии, собственно, и на Карельском перешейке. И более того, там даже создавались какие-то такие марианочные правительства. Потом, более того, была ситуация в конце 1921 года, когда в Карелии был поднят мятеж, и туда при этом вошли финские отряды добровольцев, там где-то порядка 6 тысяч человек. То есть, скажем так, что ситуация, когда маленькая Финляндия нападает на огромную Россию, она вовсе не является такой абсурдной темой какого-то ерничания наших кухонных интеллигентов. Это действительно реально было, скажем, как минимум два раза в 1918 и 1921 годах. Игорь Васильевич, а когда они решались на эти шаги, они рассчитывали на помощь населения Карельского полуострова? Дело в том, что здесь, опять же, в Финляндии, там довольно сильны были позиции местных националистов, которые хотели такого существенного расширения своей страны и создания не просто государства в рамках бывшего Великого княженства, а такого Великой Финляндии. И поэтому, да, они считали, что то же самое население русской Карелии, оно должно войти в состав этого государства. Ну, а некоторые такие особо горящие головы, они там даже думали о том, чтобы осуществить более далекую экспансию, вплоть до Урала, поскольку тоже там живет ряд народов финно-угорской языковой группы. Но при этом, опять же, что еще надо отметить, когда вот у нас вот говорят, что вот Детский Советский Союз там устроил вот эту Зимнюю войну и отнял там кусок территории. Но ведь дело в том, что, опять же, когда мы выходили из состояния гражданской войны и был заключен мирный договор с Финляндией, то тогда Советская Россия была вынуждена Финляндии уступить вот эту Печенскую область, то есть то, что называется Пицама, вот эту территорию. То есть там, во-первых, это выход к Северному Ледовитому океану, и, во-вторых, там и такие богатые никелевые рудники. То есть получается, что когда вот у нас отнимают какую-то территорию, причем отнимают ее фактически вооруженной силой, поскольку на тот момент наша страна не могла уже продолжать войну, мы были истощены гражданской войной, это все нормально, и это у наших обличителей не вызывает усуждения. А когда вот мы что-то пытаемся вернуть, это уже все недопустимо. И вот таким образом получается, что вот у наших северо-западных границ образовалось такое независимое государство, которое вот все эти два десятилетия до Второй мировой войны вело такую откровенную русофобскую политику. Ну, собственно, вот такая вот как бы русофобия, она была свойственна для всех государств-лимитрофов, то есть государств, которые находились раньше в составе Российской империи, а потом получили независимость по результатам Первой мировой и нашей гражданской войны. Но, тем не менее, здесь вот Финляндия и Польша, они выделялись особо. То есть это были именно страны, которые себя позиционировали как враги Советского Союза и враги там всего русского, естественно, всего советского. И поэтому здесь, значит, к 30-летнему году ситуация, когда вот у нас прямо под боком у второго по величине города нашей страны находится государство откровенно враждебное, ну, это уже вызывало озабоченность у советского руководства. Но при этом, опять же, что надо отметить, что первоначально мы пытались этот вопрос решить миром, и, как мы помним, начиная где-то вот с начала 39-го года, Сталин неоднократно предлагал руководству Финляндии осуществить обмен территориями и, соответственно, отодвинуть границу от Ленинграда. Причем здесь, значит, опять-таки, что важно отметить, что вот иногда говорят, что, дескать, это вот предложение было категорически неприемлемо, потому что вот тут у финнов было вот это построено линиям энергеема, то есть вот линия этих укреплений такая мощная, а вот если бы они бы ее нам отдали, то тогда бы они бы стали беззащитными. Но люди, которые так говорят, они либо не в курсе, либо сознательно врут, потому что вот по этим предложениям, там эта линия энергеема, она не затрагивалась. То есть мы просто хотели от Финляндии получить, во-первых, вот этот кусок территории, непосредственно примыкающий к Ленинграду, где было наиболее такое небольшое расстояние до, так скажем, города на Неве, то есть там где-то 32 километра примерно, потому что в других местах там граница все-таки подальше отходила. Также вот эти несколько островов в Финском заливе, ну и также хотели вот получить полуостров Ханка в аренду, опять же для того, чтобы тем самым там можно было бы соорудить береговые батареи и все-таки как-то препятствовать проникновению враждебных нам кораблей в акватории Финского залива. Но финны нам ответили категорическим отказом, хотя здесь опять же что интересно, что даже такая, в общем-то, неоднозначная личность, как Маршал Маннергейм, он, в общем-то, высказался в том духе, что надо принять советские предложения, тем более, что мы предлагали такую достаточно щедрую компенсацию в виде территории уже в Советской Карелии. Но прозрение пришло гораздо позже. Ну, фактически, да, потому что пришлось воевать, то есть пришлось отодвигать границу уже насильственным путем. Ну, и при этом здесь, опять же, те, кто у нас заявляют, что это категорически недопустимо, они как-то, в общем-то, забывают о том, что, ну, помимо такого формального международного права, есть еще, в общем-то, и, так скажем, право, я бы сказал, неформальное, которое фактически базируется на праве силы. Потому что вот тут будем откровенны и не будем лицемерить, что все-таки в отличие от, скажем так, права внутреннего, когда, значит, там тот же уголовный административный кодекс и все прочее, международное право, оно базируется исключительно вот на соотношении, значит, имеющихся в мире сил. И поэтому, когда вот, например, опять же, во время вот этого известного, знаменитого Карибского кризиса, когда Советский Союз по согласованию с тогдашним руководством Кубы разместил на этом острове свое ядерное оружие, что, в общем-то, не нарушало никаких международных соглашений, то есть мы были полностью в своем праве, но, тем не менее, Соединенные Штаты посчитали, что это для них создает такую угрозу, что, в общем-то, их президент Кеннеди и руководство Соединенных Штатов были готовы начать Третью мировую войну с целью только, чтобы убрать вот эту угрозу от своей территории. Потому что они считали, что для них это такая сфера жизненных интересов, и здесь такое недопустимо. И в итоге, как мы помним, был найден компромисс, когда мы убрали свои ракеты с Кубы, а американцы убрали свои ракеты с Турции и также из Италии. Вот так же была и ситуация с Финляндией, то есть существование вот такого враждебного государства в 30 километрах от Ленинграда, точнее то, что они там столь близко подходят к этому городу, было недопустимым, и, соответственно, мы, раз не смогли договориться по-хорошему, то начали решать вопрос по-плохому. Значит, ну, здесь, опять же, хотя, в целом, надо сказать, что эта война закончилась, конечно, нашей победой. Здесь, опять же, вот бывает, у нас очень популярно, когда разводят всякую демагогию, говорят, что вот, дескать, мы эту войну проиграли, поэтому она позорная и все прочее. Но если мы сравним ситуацию с тем, что было до начала войны и после, то, естественно, что ни о каком поражении Советского Союза речи быть не может. То есть, во-первых, мы приобрели территорию, причем приобрели ее почти, в общем, там, в несколько раз больше того, что хотели. То есть граница была отодвинута до Выборга, то есть еще она была подвинута и на Кольском полуострове, там мы часть полуострова Рыбацкий взяли, опять же, получили базу на полуострове Ханка. Фактически, опять же, мы заставили финнов там передать нам всю эту технику оборудования, которая была на вот этой занятой нами территории. То есть здесь, безусловно, наша военная победа, хотя она оказалась и достигнута достаточно большой кровью. И, в общем-то, опять же, в ходе войны мы там на какой-то момент начали ставить такие более глобальные задачи, то есть о том, что вообще не попытаться ли советизировать всю Финляндию. Но там, к сожалению, здесь, точнее, тогда у советского руководства был просчет. Кстати, здесь мы в какой-то степени видим, может, параллели с сегодняшним днем. Потому что, в чем тогда просчитались? Во-первых, с умонастроениями жителей Финляндии. Поскольку, опять же, в Финляндии во время, то есть когда вот в России шла гражданская война, одновременно шла гражданская война и Финляндии в 2018 году. И там, в общем-то, красные располагали такими достаточно мощными силами и поддержкой населения. То есть фактически они контролировали южную часть Финляндии, включая ее столицу. Но в итоге финские красные войну проиграли. Но, тем не менее, у советского руководства оставалось такие как бы иллюзии, впечатления, что все-таки изрядная часть населения Финляндии приход красной армии поддержит. Но реально тут ситуация получилась такая, что те, кто был там во Франции сторонниками, так скажем, красных сторонников коммунистов, они либо вынуждены были бежать, собственно, в Советскую Россию после... либо же они просто были уничтожены, потому что там был... Опять же, когда финские белые победили, причем с помощью немецких турбентов, они там развязали жесточайший террор. То есть там в течение где-то фактически нескольких недель было уничтожено там свыше 20 тысяч человек. Это фактически, если вот пересчитывать на масштаб всей России, это бы как вот примерно вот те самые сталинские репрессии, о которых у нас любят говорить и даже больше, но при этом уложены вот в эти несколько фактически недель вот после победы белых. То есть, ну, естественно, остальные были запуганы. И опять же, значит, после этого было 20 лет такой, значит, постоянной русофобской пропаганды, после чего действительно оказалось, что наших сторонников Финляндии оказалось действительно очень мало. И там, в общем-то, мы фактически нам пришлось воевать именно с всей страной. Второй момент чисто военный. Значит, что при военном планировании наше командование и руководство страны, соответственно, исходили из того, что вот нам будет противостоять армия Финляндии мирного времени, где там порядка 30 тысяч человек. Но реально Финляндия успела провести мобилизацию, причем такую достаточно мощную мобилизацию, и даже в течение вот этих нескольких месяцев перед началом Зимней войны успели провести какое-то там боевое слаживание. В итоге нам уже противостояло там свыше 300 тысяч человек, и получилось так, что даже вот на начальном этапе Советско-филиянской войны у нас превосходство в силах с нашей стороны было минимальным, то есть даже не в два раза, а там где-то один с небольшим разом. Ну, конечно, да, было подавляющее превосходство в танках, в самолетах, но на тот момент это такой уж большой роли не играло, опять же, с учетом местности и рельефа, который там имелся. И опять же, вот с той же самой линией Маннергейма, естественно, что мы знали о том, что она существует, но советская разведка нас в время установила, так сказать, и смогла получить данные по, так скажем, первой очереди этой линии, которая была построена в самом начале, но по поводу вот самой мощной ее части, значит, то есть, вот этих самых знаменитых дотов-миллионеров, значит, которые уже были построены в 30-е годы, об этом наша разведка была неизвестна, и поэтому, значит, то, что линию Маннергейма вот так просто сходу было не прорвать, это стало для наших войск таким очень печальным сюрпризом. И вот здесь, значит, опять же, тут, кстати говоря, опять же, как-то не странно, но в какой-то степени это получается, что повторяет ту же историю с русско-шведской войной 808-809 года, которые тоже происходили на этой же территории, и когда там получилось, значит, что первоначальные легкие победы русской армии затем сменились поражениями, но в итоге ситуация была исправлена тем, что просто контингент русских войск, действующих против Швеции, на территории Финляндии был увеличен в три раза, после чего, значит, все сразу, все пошло на лад. Также, в общем-то, и в Зимнюю войну, то есть, тоже, значит, там наши сделали паузу, потом подтянули войска из тыловых военных округов, после чего, действительно, линия Маннергейма была в феврале 40-го года прорвана, и в итоге Финляндия была вынуждена заключать мир. И поэтому, конечно, сегодня я, в общем-то, как бы, мне не очень удобно советовать нашему руководству страны, поскольку, в общем-то, у них информация гораздо больше, чем у меня в распоряжении, но, казалось бы, уже напрашивается вывод, что в нынешней ситуации, вот, в рамках той же самой специальной военной операции, надо бы, в общем-то, существенно нарастить тот контингент сил, который используется, потому что, ну, так мы справляемся слишком, так сказать, долго и, в общем-то, не слишком успешно. Но это такое мое, как бы, сугубо личное мнение. Игорь Васильевич, вот скажите, пожалуйста, после того, как мы заключили договор с Финляндией, началась Великая Отечественная война в 1941 году. Обстоятельства этой войны сложились против Финляндии. И, начиная с 1944 года, базы военно-морского флота Советского Союза находились в Финляндии в том числе. Да, именно так. Но здесь, опять же, что получилось, что вот во время, собственно, Великой Отечественной войны Финляндия была таким верным союзником Гитлера. Кстати, здесь, опять же, вот по этому поводу есть такой достаточно, я бы сказал, прямо подлый миф о том, что якобы вот Финляндия, она не собиралась там нападать на Советский Союз, но мы сами спровоцировали тем, что подвергли бомбардировке финские аэродромы в конце июня 1941 года, и тем самым заставили финнов вступить в войну против нас. Но почему я называю этот миф подлым? Потому что, опять же, у нас еще в хрущевское время, то есть в 50-е годы, была опубликована масса, скажем так, литературы с той стороны, в том числе и дневник Гальдера, начальника штаба Германских Сухопутных сил и воспоминания финских политиков. И, в общем-то, если мы их там прочитаем, то там, в общем-то, прямым текстом эти люди свидетельствуют о том, что еще зимой с 40-го 41-го года между Финляндией и Германией было достигнуть соглашение о том, что Финляндия вступает в войну на стороне Гитлера. Но при этом, учитывая и размер этого государства и, в общем-то, ее военную мощь, которая, естественно, намного уступала германской мощи, подразумевала, что Финляндия наносит вспомогательный удар. То есть, они должны были вступить в войну где-то примерно через 10 дней или, там, может быть, через 2 недели. Что, в общем-то, в реальности так и произошло. Поэтому, вне зависимости от того, как бы мы там себя вели, то есть, Финляндия бы против нас вступила в войну в любом случае. Но, дальше, после того, как стало ясно, что Германия Гитлера терпит поражение, то бывшие союзники Германии стали один с другим переходить на нашу сторону. И здесь, в данном случае, вот Финляндия тоже успела вовремя, как говорится, переобуться и даже, в общем-то, в какой-то степени поучаствовать в войне на стороне СССР, когда финские войска изгоняли немецкий контингент, находившийся на севере Финляндии. То есть, так называемая Лапландская война. Ну, кстати, это, в общем-то, если, например, сравнивать, скажем, с той же самой Румынией, которая тоже была союзницей Гитлера, но потом перешла на нашу сторону, то тут, как бы, союз, то есть, вклад Финляндии в войну на стороне антигитлеровской коалиции, конечно, минимален. Но, тем не менее, мы с ними поступили так достаточно мягко. То есть, да, там последовали еще некоторые территориальные уступки в нашу пользу. То есть, вот эту Печенскую область мы уже забрали полностью. То есть, вернулись к тому состоянию, которое было здесь, значит, на момент, собственно, получения Финляндии независимости. Плюс, там были наложены репарации, вот, да, наша база была, значит, уже под Хельсинки организована. Потом, правда, Хрущев ее закрыл, опять же, так скажем, в виде жеста доброй воли. Но, в целом, действительно, надо сказать, что Финляндия, она фактически, точнее, скажем так, так что она формально после этого стала страной нейтральной, а фактически была, в общем-то, нашим союзником. Потому что, опять же, об этом, скажем так, мало кто знает, но во времена Холодной войны Финляндия, она хотя и не входила в состав Варшавского договора, но, тем не менее, она была связана с Советским Союзом договором о взаимопомощи. То есть, подразумевалось, что в случае действительно большой войны, то есть, третьей мировой войны, Финляндия должна была выступить на нашей стороне, но единственное, что при этом подразумевалось, что финские войска не будут использоваться за пределами территории этого государства, но, тем не менее, мы будем использовать эту территорию, естественно, как буфер для защиты Ленинграда и, в общем-то, понятно, что со своими целями. И при этом, опять же, вот за эти десятки лет, прошедшие, значит, после Второй мировой войны Финляндия, она, в общем-то, достаточно успешно пользовалась таким своим, можно сказать, выгодным положением, что она могла одновременно торговать и с Западом, будучи, так скажем, стороной капиталистической и Советским Союзом, будучи к нам, значит, входя, можно сказать, в нашу сферу влияния. И от этого, действительно, финская экономика, в общем-то, очень сильно выиграла. Ну, значит, а то, что сейчас там их руководство, оно все-таки решило, ну, не только, как бы сказать, нарушить такой нейтральный статус, но и стать членом НАТО, ну, что я могу по этому поводу сказать, что, видимо, опять же, исторические уроки, они все-таки имеют ограниченную по времени, как бы сказать, период эффективности, и, значит, вполне возможно, что тут срок действия тех уроков, которые были получены этим государством в 40-е годы, сейчас уже истек. И, значит, ну, можно только сожалеть по этому поводу. Игорь Васильевич, как Вы считаете, стратегическое положение, возможности нашего Балтийского флота с изменением позиций Финляндии по поводу НАТО усложняться или же все-таки мы сможем предложить достаточное количество мер, которые эту ситуацию уравняют? Ну, здесь, опять же, тут надо как бы быть откровенными, что сейчас, вот, как, опять же, у нас, в общем-то, еще в советское время, значит, когда вот я был студентом и учился на военной кафедре, соответственно, на 80-е годы, у нас тогда наши военные так, значит, настрели по поводу того, что вот Балтийский флот, то есть вот это БФ, Балтийский флот, это надо расшифровать как бывший флот. Потому что, в общем-то, понятно, что в нынешней ситуации, когда уже здесь, собственно, этот бассейн Финского залива, он, в общем-то, его выход оттуда очень легко перекрыть, то понятно, что у нас сейчас, в общем-то, настоящий наш флот, то есть наша мощь, в общем-то, используемая и для стратегических ядерных сил, и, в общем-то, просто для того, чтобы выходить на просторы океанов, это сосредоточено на севере, то есть это на северном флоте и на Тихоокеанском флоте. А что касается Балтийского флота, то, конечно, здесь фактически мы, в общем-то, перед Балтийским флотом стоит задача, в общем-то, защиты нашей территории, то есть защиты, опять же, Петербурга, то есть вот этого второго по величине города нашей страны. Ну и там, естественно, пресечение там возможных каких-то там недружественных действий, которые могут последовать от того, что здесь уже у нас тут на берегах вот этого залива образовались, так скажем, страны НАТО. Но, в целом, конечно, значит, ситуация то, что тут НАТО к нашим границам еще больше приблизится, она, в общем-то, печальная, но, с другой стороны, раз уж мы имеем базу НАТО в Эстонии, то, в общем-то, и такие же базы в Финляндии, они нам, в общем-то, не сильно печали добавят, а вот самим финнам им бы стоило бы задуматься о том, что, в общем-то, опять же, объекты на их территории могут стать целеответственным ударом, что, в общем-то, вряд ли, как бы, их, им понравится и их устроит. Поэтому, опять же, я надеюсь на том, что все-таки среди финского населения найдется достаточно людей здравомыслящих, которые об этом задумаются и, соответственно, повлияют на позицию своего правительства. Ровно то же мы, наверное, можем сказать и о Швеции, потому что в данном случае будут каким-то образом меняться взгляды Северного флота на возможности свои. Ну, что касается Швеции, то здесь вообще по поводу этой страны, опять же, вот у нас в свое время, то есть во время Второй мировой войны, можно сказать, с ней, опять же, обошлись так, в общем-то, я бы сказал, ну, даже не то чтобы мягко, но фактически, в общем-то, и мы, и наши союзники по антигитарской коалиции закрыли глаза на то, что фактически Швеция не соблюдала нейтралитет во время этой войны, потому что ведь дело в том, что нейтральное государство, оно должно осуществлять, в общем-то, целый ряд таких мер, которые, в общем-то, прописаны в международном праве. В частности, оно не должно предоставлять свою территорию для вооруженных сил одной из воюющих сторон. В то время, как именно через территорию Швеции вовсю шел военный транзит немцев между оккупированной Норвегией и Финляндией. И поэтому, в общем-то, это явно недружественно и в другой ситуации, в общем-то, этого было бы достаточно для того, чтобы, в общем-то, и наносить удары по шведской территории и даже для того, чтобы ее оккупировать. Но здесь получилось, значит, так, как получилось. В дальнейшем эта страна, в общем-то, опять же, стала нейтральной. Ну, собственно, здесь формально, в общем-то, финский, то есть, шведский нейтралитет существует еще где-то практически после того, как завершились наполеонские войны. Ну, и, соответственно, то, что они решили этот нейтралитет нарушить и, опять же, при этом стать, позиционировать себя в качестве наших врагов, ну, то есть, могу сказать только одно, как бы им после этого не пожалеть. Потому что, собственно, не будем забывать, что на начало 18 века Швеция была такой достаточно мощной европейской державой и именно благодаря нашей стране, благодаря проигранным Швеции войнам с нашей страной, Швеция была низведена до уровня совершенно такого, так сказать, мелкого, так сказать, регионального государства. Поэтому, если они хотят эти уроки повторить, ну, наверное, мы сможем их перепоказать. Игорь Васильевич, война есть война, бывает всякое, и плен это реальность. Мы знаем, что миф о советских военнопленных сложился вместе со всеми другими мифами, которые посчитали необходимым создать об этой войне. Скажите, пожалуйста, если начинать разговор об этом мифе, надо обязательно начинать Женевской конвенции. Я правильно поняла? Ну, фактически, во многом, да. Ну, точнее, здесь, что надо бы отметить, что фактически, когда вот началась уже Великой Отечественной война, хотя Советский Союз и не подписал Женевскую конвенцию, но, собственно, в общем-то, фактически, это не подписание, оно носило в какой-то степени такой идеологический характер, потому что там советскому руководству не подарилось то, что там прописано отдельное право офицеров, то есть там, ну, как бы, фактически получалось, значит, что тогдашнее международное право, оно исходило еще из пережитков эпохи, так сказать, галантных войн, условно говоря, когда подразумевалось, что вот офицер это дворянин, соответственно, с ним там надо обращаться как бы по-другому, но солдаты это какое-то быдло, которое, в общем-то, в принципе, тоже его уже как бы с ним надо обращаться гуманно, поскольку мы живем гуманное время, но, тем не менее, его уже можно и на работу отправлять там и, соответственно, подвергать там всяким наказаниям, вот, соответственно, Советский Союз, как страна, вот такого, так сказать, победившего социализма, она, с этим подходом была не согласна, но, тем не менее, сразу же после начала Великой Отечественной войны советское руководство выступило с заявлением о том, что мы, в общем-то, берем на себя обязательство исполнять все статьи Женевской конвенции, вот, кроме вот тех, которые касаются вот так особого статуса офицеров, но, тем не менее, это казалось совершенно напрасным, потому что наши противники с нашими военнопленными обращались, в общем-то, самым зверским образом. Но, что тут надо отметить, что, если мы посмотрим на текст Женевской конвенции, которую подписала Германия, то этот текст, он, значит, обязывает подписантов соблюдать нормы этой конвенции, даже в том случае, если противник, соответственно, их не подписал. И поэтому здесь действительно немцы обязаны были в отношении наших военнослужащих, попавших к ним в плен, эти нормы выполнять. То есть, как нормы, касающиеся, собственно, обращения с пленными, так и касающиеся их содержания. Потому что, вот, иногда еще говорят, что, а вот Детско-Соевский Союз, он там не направлял там это своих там средств, он не направлял продовольствия для своих пленных, поэтому вот немцы с ними так обращались, там не кормили, там морили голодом. Но дело в том, что там, опять же, в Женевской конвенции там прямым текстом прописано, что обязанности по содержанию пленных возлагаются на ту сторону, которая их пленила. И надо сказать, что действительно, в общем-то, немецкие генералы, немецкие офицеры из числа тех, которые не были такими нацистским фанатиками и были достаточно людьми грамотными, они, в общем-то, прекрасно понимали, что здесь Германия ведет себя неподобающим образом, и по этому поводу, соответственно, руководством Третьего Рейха были выпущены специальные разъяснения о том, что, вот, дескать, это мы тут воюем с большевиками, которые являются там варварами, поэтому в отношении них вот эти все нормы цивилизованной войны, они не должны применяться. И поэтому здесь, опять же, когда пытаются в массовом уничтожении советских военнопленных обвинять именно на Сталинский СССР, то это люди, они совершенно откровенно перекладывают ответственность за больной головы на здоровую. Ну и тут, кстати, надо еще таким вторым моментом отметить такой еще тоже очень популярный миф о том, что якобы у нас военнопленные в Советском Союзе считались предателями, и что вот после освобождения их там якобы массово направляли в ГУЛАГ. Но здесь на самом деле это совершенно не так. И это все в общем-то очень легко сейчас установить, поскольку у нас имеются объективные цифры по результатам того, что именно произошло с нашими освобожденными пленными. И вот получается, что для тех пленных, которые были освобождены в ходе Великой Отечественной войны, где-то примерно если брать вот рядовой и сержантский состав, то примерно чуть меньше пяти процентов были подвергнуты каким-то репрессиям, причем это включая все меры, там и направления в штрафные роты, и там действительно какая-то судебная ответственность для девяносто пяти процентов судьба сложилась совершенно благополучно, то есть их либо направили опять воевать в Красную Армию, причем в обычной части они штрафные, либо же в народное хозяйство. Игорь Васильевич, Игорь Васильевич, я хочу попросить вас эту тему раскрыть на нашей следующей встрече, поскольку заканчивается время. Разговор очень интересный, и там много вопросов, которые хотелось бы обсудить. Я хочу сказать, что собралась очень неравнодушная аудитория, судя по чату, который есть в нашей передаче. Спасибо большое за разговор. Я хочу поздравить вас с праздником и вас, уважаемые слушатели и зрители. И уверена, что мы обязательно встретимся снова, и с нами будет вести разговор Игорь Васильевич Пыхалов. Спасибо большое. До свидания, Игорь Васильевич. До свидания. Современный миропорядок рушится. Продолжается эпоха нестабильности. Людям нужен новый путь развития, новое будущее. Научный фестиваль покажет, мы можем построить общество, в котором интересы граждан превыше всего. Мы за равенство и справедливость. Свой взгляд на прошлое и перспективы будущего представят именитые историки, экономисты, общественные деятели. Евгений Спица. Я выступаю в данном случае как историк, я лишь констатирую факты. Михаил Делягин. Я рассказываю вам то, о чем вы должны с моей точки зрения знать. Александр Колпакиди. Главное это вопрос, кто будет определять развитие страны. Вопрос о власти. Егор Яков. Советское руководство имело разный сценарий зарождения страны. Константин Семин. Для того, чтобы началось движение массы, должно быть исчерпано их терпение. Федор Раззаков. У всех сейчас людей, я имею ввиду, вменяемых, должны глаза открыться на то общество, которое мы построили и продолжаем строить. Я надеюсь, там наверху тоже это понимают. вас ждет полное погружение в атмосферу. Советские автоматы, буфет в стиле СССР, знакомые лица из прошлого, интерактивы, выставка картин, советская ярмарка, а также детский хор пионеров имени Виктора Сергеевича Попова. Регистрируйтесь на мероприятие и узнайте, как история прошлого повлияла на настоящее и каким может стать ваше будущее и будущее ваших детей. Ссылка в описании к видео. Продолжение следует...